Здравствуйте, коллеги! С вами Исаков Роман, компания Admiral Markets и рад привести вас на нашем новом видео. Сегодня понедельник, поэтому мы традиционно поговорим о том, что нам стоит ожидать на этой неделе. Также подведем итоги прошлой недели. Ну и обязательно посмотрим на ключевые события, которые имеют важное значение в ближайшие несколько дней. Всем добрый день! Не забудьте поставить лайк, если вам нравится это видео. Вопросы также ваши оставляйте в комментариях. Ну а начнем мы с того, что посмотрим для начала календарь событий, который доступен на платформе MetaTrader 5. В удобном формате это можно делать. Ну и дальше уже перейдем непосредственно к сезону отчетов. Прошлая неделя завершилась такими смешанными чувствами. Собственно, какие-то индексы, например, индекс Nasdaq 100 движется, закрылся в положительной зоне. СНП и Дол Джонс несколько закрылись в негативной зоне, но тем не менее общий настрой пока сохраняется в исходящей. Конечно, остаются вопросы про проведение того законопроекта на компенсацию в 1,9 миллионов долларов администрации Байдена. Есть некоторые сложности с этим, но любой позитив рынок, собственно, отыгрывает. Давайте посмотрим, какие события нас ожидают на этой неделе. В понедельник будут выступления Лагард, их будет даже 2 в 10.45 и в 18.00 по времени терминала. Также в 19.00 выступит представитель Банка Англии Бейли. Во вторник будет выходной день в Австралии. Это важно отметить тем, кто торгует по австралийской паре. Также изменение числа заявок на пособие по безработице выйдет по Великобритании. Ну и индекс доверия потребителей от SV в 17.00 во вторник. Среда. Вот здесь важное событие. Ну и, пожалуй, это одно из ключевых событий, на которое важно обратить внимание на этой неделе. Это решение ФРС по процентной ставке и пресс-конференция ФРС. Что здесь можем ожидать? Ну, на самом деле, если мы посмотрим на ожидания, которые здесь есть на 27 января, то фактически 100% за то, что СТАНСК останется на прежнем уровне. И если мы быстро посмотрим, что мы можем ожидать в ближайшие несколько месяцев, то пока вот доходим до лета. Здесь пока мы не видим никаких предпосылок на изменения. То есть, рынок пока не закладывает. В сентябре, возможно, будет изменение процентной ставки. Но, опять же, здесь это просто вероятно. То есть, что ожидает участник? Это фьючерс на процентную ставку, которые торгуются. И этот индикатор показывает, закладывают ли такое ожидание участники. Ну, вот, собственно, такая вероятность в районе 3% на сентябрь. Но пока ставка остается без изменений. Но также важно будет отметить то, что будет сказано в ходе самой пресс-конференции. Мы обязательно с вами поговорим об этом в пятницу. А как у нас после этого будет наш выпуск как раз в пятницу выходить. В четверг выйдут данные по ВВП. Также США, кварталь ВВП, продажи нового жилья. Также будет большой пакет данных по разным странам. И Франция, и Германия, и Канада. Это все выйдет в пятницу. Ну, и завершится неделя информация по незавершенным продажам на рынке недвижимости. Собственно, рынок, ну, неделя довольно-таки насыщенная. Насыщенная она еще с точки зрения того, что у нас продолжается сезон отчетов. И вот здесь как раз я предлагаю чуть более подробно посмотреть на те акции компании, которые будут отчитываться на этой неделе. На этой неделе отчитаются крупные технологичные компании. Давайте быстро пробежимся, по крайней мере, по списку того, что стоит ожидать. И, возможно, если ваша компания, ну, точнее, эта компания есть в вашем портфеле, то вам тоже на нее необходимо обратить внимание. Собственно, в понедельник, да, будет Кимберли Кларк. Вот я просто по таким ключевым именам буду проходиться. Во вторник будет чуть больше подобных событий. Отчитается компания 3M. А также Эрчер Дэниелс Мидланд. То есть, ну, вот у меня есть компания тоже в портфеле Rockwell. Также, давайте вместе пройдемся. И обратите внимание, Writing Technology, да, тоже компания читается во вторник. Идем дальше. Xerox, да, идем дальше. Инвеско, Xilinx, Johnson & Johnson, да. Вот такие отчеты будут во вторник. 92 компании читаются. Теперь среда. Вот здесь будет более активно. Отчитается Apple. Вот, кстати, по Apple есть ожидание того, что она впервые отчитается о доходе в 100 миллиардов, да. Что, соответственно, будет довольно-таки ключевым событием для компании. Я напомню, что Apple стала продавать новые айфоны, да, не так давно. Ну и, собственно, на фоне этого, как раз, так как люди стали менять свои предыдущие модели на данную версию, то, собственно, это также на прибыли компании, конечно же, скажется. Apple Laboratories, IT&T, читаются в среду, также смотрим, смотрим, смотрим. Boeing, да, Boeing будет отчитываться в среду. Из других компаний, из других компаний, ну и Facebook, да, то здесь тоже это важно. Вот, собственно, среда, в принципе, будет одной из таких ключевых. И вот давайте посмотрим еще по четвергу. Обычно среда, четверг, такие самые более активные дни с точки зрения отчетов. Давайте вместе, да, будем смотреть. Пробегаемся, да, очень много компаний. McDonald's, да, читается. В четверг Westrock. Давай переходим в пятницу. К пятнице. Здесь у нас L.I. или, да, читаются. Caterpillar отчитается в пятницу. Да, ну вот, пожалуй, все ключевые события. Конечно, компаний выходит большое количество. Я уверен, что моя основная задача была показать, да, вот, какие-то основные вещи, которые будут проводить отчеты, да, на этой неделе. То есть я уверен, что вы за своими компаниями следите, но это еще лишний раз, лишний повод для того, чтобы посмотреть на те компании, которые выдержатся в портфеле и последить за тем отчетом, которые выходят. И, возможно, принять решение по добавлению акций в компании или их исключению. Ну, в любом случае, следить более детально. Теперь давайте посмотрим, что происходит на рынке. И мы начнем, как всегда, с пары евро-доллар. По евро-доллару здесь у нас продолжается движение восходящее. Началось оно еще на прошлой неделе, собственно, после того обновления минимальных значений, которые мы видели. И, собственно, пока тренд продолжается восходящий. Но, к сожалению, меня здесь в сделку рынок не взял. Но, тем не менее, сейчас S&P 500 находится на локальных максимумах. Вполне вероятно, что техническая коррекция опять же произойдет. И произойдет она, может быть, в ближайшее время. Поэтому здесь пока я для себя ожидаю еще одной волны снижения. Если цена сегодня сможет закрепиться ниже минимумов пятницы. Это отметка 1.2151. То в этом случае я буду рассматривать начало коррекционного движения. Тогда буду ждать его завершения, чтобы опять купить евро-доллар. Ну, по крайней мере, искать уже данные точки. По британской валюте здесь мы видим продолжение восходящей формации. Пятница закрылась немного в негативной зоне. Даже обновили минимальные значения, которые были, собственно, в четверг. Но пока общий фон пока сохраняется восходящий. Я бы сказал так. Если мы увидим закрепление ниже отметки 1.3635, то в этом случае еще одну волну снижения по британской валюте здесь мы можем увидеть. И в этот раз она может быть более глубокая. Возможно, повторение тех ситуаций, которые были в декабре. Здесь, опять же, чем глубже эта коррекция будет, тем, на мой взгляд, это интересно. И я для себя также рассмотрю возможности входа на продолжение как раз тренда уже в зависимости от того, где эта коррекция остановится. То есть, пока она еще не началась. Поэтому пока просто за британской валютой наблюдаю. По паре американский доллар, канадский доллар. Здесь мы дошли до цели. В конце прошлой недели обновили локальный минимум. Сейчас ушли в небольшую коррекцию. Но, собственно, здесь мы видим, что волатильность по данной валюте несколько снижается. С одной стороны, сейчас мы находимся в области сопротивления, с которого как раз, вероятно, еще одна волна нисходящего движения. Но уж больно здесь такой боковик, на мой взгляд, просматривается. Поэтому здесь пока никаких решений я не принимаю. Но посмотрю, где, если будет движение по нисходящей. То есть, если мы сегодня сможем обновить локальные минимумы. И если потом последует коррекция, то, возможно, к этой сделке я присоединюсь. Но, в целом, я бы ждал здесь более, скажем так, сделка была бы для меня более интересной. Если бы эта коррекция была чуть выше. Примерно в области 1,2780, 1,2870. Тогда оттуда я бы уже искал заново продажи. По паре американский доллар, японская иена. Здесь из позиций я вышел. Началась коррекция по S&P 500. Поэтому здесь уже не стал держать позицию дальше. Но, тем не менее, продолжаю наблюдать. Даже сейчас уровни для того, чтобы продать доллар и американский ион, выиграть довольно-таки неплохо. С точки зрения потенциала нисходящего движения. То есть, тех целей, куда пара может прийти. Поэтому здесь, хоть и сделки я вышел, но продолжаю следить. И если у нас в течение этой недели появится вновь импульс нисходящий. Я напомню, что сейчас мы движемся в сторону укрепления. Это движение началось на прошлой неделе, именно в пятницу. Поэтому, если последует еще один импульс нисходящего движения. То к данной валютной паре я тоже присоединюсь. То есть, вот этот инструмент мне тоже кажется интересным. По паре австралийский доллар, американский доллар. Здесь также на прошлой неделе в пятницу началась коррекция. Австралиец обновил локальный минимум. То есть, ушли ниже минимум в четверга. Но пока мы можем говорить о том, что с точки зрения, по крайней мере, числого таймфрейма. У нас идет коррекционное нисходящее движение. И вот по факту завершения этого движения. Уже стоит принимать решение по входу в сделку по тренду. Здесь это важно. Соответственно, сейчас мы видим, что цена все так и не смогла обновить в локальные максимумы. Которые были зафиксированы как раз в первых днях января. А если мы увидим еще одно обновление локальных минимумов. То есть, которые были в середине января. То, соответственно, здесь более задержанную коррекцию мы вполне можем увидеть. И тогда уже более интересным точкам для входа. Как раз на продолжение роста. Это коррекция в область 0.75. Здесь я бы вот таким образом обозначил данный диапазон. По новозеландцу также хотелось бы увидеть коррекцию чуть более глубоко. В принципе, были довольно-таки неплохие входы на прошлой неделе. Но рынок у меня тоже здесь, мой отложенный ордер не сработал. Поэтому здесь в эту позицию я не входил. Но, тем не менее, по новозеландцу, если мы видим еще одно движение. Примерно в область 69.80, 69.90. То с этих уровней также неплохо было бы рассмотреть возможности входа на продолжение роста. Что, собственно, я также для себя и буду делать. Золото. В целом, да, по золоту у нас все так же сохраняется нисходящий тренд. Хоть мы видели обновление локальных максимумов, которые были в конце декабря, в начале января. Но пока вообще на правильном сохранении сохраняется нисходящее. Поэтому здесь я для себя тоже пока ищу возможности зайти на понижение. И здесь у меня стоит отложенный ордер. То есть, как раз он совпадает с максимумом, который был сформирован в пятницу. Если сегодня в течение дня цена скорректируется в данную область, то золото здесь я бы как раз позицию на продажу открыл по данным уровням. При небольшом как раз риске. В данном случае риск чуть меньше 1%. Но в данном случае я поставлю отложенный ордер с двумя сотыми лотами по золоту. Что, в принципе, может дать довольно-таки неплохое take profit. С точки зрения реализации данного сценария, если мы сначала покажем коррекционно восходящее движение, но тогда не уйдет выше максимумов, которые были 21 ноября. А затем уже пойдем на обновление минимальных значений в области 1800. Поэтому золото пока мне тоже кажется интересным. По индексу DAX. Здесь в пятницу мы видели коррекционно нисходящее движение. Но, собственно, пятница открывалась не самым позитивным образом. Мы это видели по фьючерсу S&P 500. Но, тем не менее, сейчас уже фактически то падение, которое было в пятницу, его к концу пятницы практически полностью откупили. И сегодня как раз это движение также продолжилось. То есть, опять же, с точки зрения поиска позиций, здесь мы видим вот такой боковик. Даже если смотрим часовой таймфрейм, то есть вот там с 8-7 января цена практически никуда не движется. С точки зрения точек для входа здесь я бы входил уже чуть ниже. Из области примерно 13500. Если туда будет коррекция, коррекция завершится, то вот тогда входы по DAX я рассмотрю. По S&P 500 неделя закрылась довольно-таки в любом случае был позитив. В среду мы видели обновление, в четверг, прошу прощения, мы видели обновление исторических максимумов по S&P 500. Затем, конечно, эту коррекцию стали отыгрывать. И сегодня уже фьючерс по S&P 500 торгуется выше максимумов, которые были сформированы в пятницу. Что, собственно, говорит о пока продолжении восходящего движения по S&P 500. Вполне вероятно, что мы можем увидеть индекс в области 4000. Но, опять же, вопрос, как мы туда пойдем. Можем пойти сразу, можем пойти с коррекциями, которые здесь могут возникать. Если будет коррекция примерно в область 3740-3750, то с этих уровней я уже буду тоже рассматривать вход на продолжение как раз данного тренда. Ну, по примеру, той сделки, которую я открывал, например, в середине декабря. Да, тренд устойчивый. Тренд сохраняется. Сезон отчетов плюс технологичные компании по ожиданиям отчитаются довольно-таки неплохо. И, собственно, это придаст определенный драйвер также индексу как NASDAQ, так и S&P 500. Потому что в S&P 500 все-таки 30%, например, на 30% технологичные компании входят. И, конечно, это тоже может, безусловно, повлиять на движение. То есть, вполне вероятно, что эта неделя будет как раз активной, волатильной. Следим за отчетами и, соответственно, принимаем уже решение. Вот нефть марки Brent. Пока у нас все-таки, да, сохраняется движение восходящее. Пятница торговалась вблизи минимальной значения, которую мы видели в середине января. 18 января был локальный меню. То есть, ну, здесь вот такой небольшой тоже боковик сформирован. Пока цели движения 56-57 и общий настрой. Опять же, если мы говорим о немном таймфрейме, сохраняется восходящее. Ну, коллеги, как я сказал, неделя довольно-таки активная, неделя довольно-таки интересная. Ждем отчетов. Ну и, собственно, следим за нашими акциями в портфеле. Ну, кстати, в пятницу я прикупил на негативном отчете как раз еще одну акцию из, скажем так, таких устоявшихся компаний в сфере технологий. Это компания IBM. Я купил небольшой объем после как раз того негативного отчета, который вышел. Цена была довольно-таки неплохой. Понятно, что негатив, да, цена падает. Кто-то из акций выходит. Но вот для меня это как раз с точки зрения того, что сейчас многие инструменты перекуплены. Вот для меня это как раз была возможность купить хорошую акцию, которая может быть хороша в перспективе 3-5 лет, по крайней мере. Плюс она развивается в важных сегментах, да, в важных областях. Это и компьютерные, ну, облачные сервисы, это и компьютеры нового поколения. Поэтому все это может быть. Плюс компания ведет довольно-таки большое количество, ну, провела довольно-таки большое количество слияний и поглощений, да, за последние несколько лет. Поэтому здесь они для себя могут как раз этот момент сейчас наращивать, да, консолидироваться, ну, и показать свои результаты в ближайшие несколько лет. Поэтому IBM я небольшим объемом купил. Если будет еще продолжаться коррекция, то также буду добавлять до своего стандартного объема. Ну, а на сегодня это все. С вами был Саков Роман. Не забудьте поставить лайк, если вам нравится это видео. Ну, а ваши вопросы, как всегда, оставляйте в комментариях. Всем спасибо за внимание и до свидания.